Архитектурный проект. Как планируют преобразить правый берег Казанки? Вот эти крупные башенные объекты, они могут, конечно, повлиять на внутренние пейзажные виды внутри Кремля. То есть, такие отрицательные, на мой взгляд, примеры у нас уже существуют. До 20 июля продолжается прием работ на конкурс видеоработ ТикТок «Весна» от телеканала Универ-ТВ. На самом деле мы очень удивились, что лидирует такая обширная тема «Казанский федеральный университет в моей жизни». В принципе, там можно подать, не знаю, рассказать что-то о том, как ты поступал, о том, какие эмоции подарил тебе университет. И вот она стала основной такой лейтмотивной темой, она лидирует, и на эту тему достаточно большое количество роликов. В Казанском федеральном университете продолжается прием документов абитуриентов. В очном формате мы должны понимать, что подано меньше 2%. То есть точное, очное пространство, оно работает для тех, кто находится в городе, кому комфортно приехать. Но основной поток заявлений, двинную часть мы получаем в онлайн-формате. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс о студии Елизавета Никитина. В Казани подвели итоги открытого международного архитектурного конкурса. Мэр города Ильсур-Мечн объявил имя на шести призеров. Один из проектов преобразит правый берег Казанки. Все подробности далее. Проект, который станет украшением Казани на долгие годы, а то и больше, должен благоустроить пустующую землю вдоль набережной. Подразумевается архитектурный ансамбль, гармонично вписанный в панораму акватории Казанки и отражающий культурные особенности региона. Такие цели поставил конкурс, заказчиком которого выступил Валерий Кравцун, основатель группы компании Крафт Групп и с недавних пор собственник Ривьеры. Вот здесь находится развлекательный комплекс Ривьера. В 2018 году он обанкротился, а в конце 2020 его приобрела компания Валерия Кравцуна «Таткрафт Инвест». Теперь это здание планируется снести, а освободившаяся территория присоединится к пустующему участку вдоль улицы Сибгата Хакима. С проектами по благоустройству участка площадью почти 9 гектар выступили эксперты со всех уголков мира. В финал вошли представители 19 стран. Однако, как отметил на пресс-конференции мэр Казани, первое место решили не присуждать, поэтому на второе и третье места распределили по три призера. Так, в числе обладателей серебра оказалась архитектурная мастерская «Старая Казань». Казанские эксперты предложили возвести на берегу реки белоснежные высотки с нестандартной геометрией. По словам директора мастерской, одной из главных задач проекта стало создание такой планировки, которая внутренней осью ориентировалась бы на панораму Казанского Кремля, а также создавала удобный выход от жилья к воде. То есть мы формировали пешеходную улицу, которая вливалась уже в набережную. Ну и важно было застройку построить таким образом, чтобы она максимально смогла раскрыть визуальные преимущества участка. То есть это террасированная застройка с понижением береговой линии, то есть до четырех этажей. Вместе с мастерской «Старая Казань» второе место разделили архитектурное бюро «Дюрик Эйджи», Тюрих, Швейцария с их космическими сооружениями из стекла и архитектурное и дизайнерское студии «Боргус Пеппер». Испания, Англия с экологическими американскими горками, увитыми зеленым плечом. Третье место разделили российские представители из Москвы и Санкт-Петербурга и эксперты из Франции, Нидерланд, Эквадора. Отметим, что важным критерием отбора работ на конкурсе было и сохранение гармонии между правым и левым берегом, на котором находится Казанский Кремль. Вот эти крупные башенные объекты, они могут, конечно, повлиять на внутренние пейзажные виды внутри Кремля. То есть такие отрицательные, на мой взгляд, примеры у нас уже существуют. Это и, на мой взгляд, испорченная ось с Булака, где Булак завершался цирком, сейчас он завершается какими-то такими крупными амортными стеклянными башнями. То есть вот такие моменты хотелось бы тоже, чтобы учитывались именно по отношению к памятнику ЮНЕСКО Казанский Кремль. Какая же все-таки идея реализуется на правом берегу Казанки, решит заказчик-инвестор. Как заявил Валерий Кравцун, итогом работы станет реализация великолепного проекта, способного стать символом Казани. О том, когда будет принято решение, мы спросили у бизнесмена. В настоящий момент ожидаем ответ на запрос. Диана Желенкова, Леонард Валитьяров, Универ Ньюс. В рамках рабочего визита Казанский федеральный университет посетил советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Нурбулат Андасов. В мероприятии принял участие проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. До 20 июля продолжается прием работ на конкурс видеоработ ТикТок «Весна» от телеканала Универ ТВ. О том, какие темы видеороликов самые популярные и не только, смотрите в нашем следующем сюжете. К участию в конкурсе допускаются открытые профили социальной сети ТикТок с не менее чем пятью опубликованными видео, не считая конкурсной работы. Количество видео от одного участника не ограничено. Конкурс проводится в несколько этапов. На самом деле мы очень удивились, что лидирует такая обширная тема Казанский федеральный университет в моей жизни. В принципе, там можно подать, не знаю, рассказать что-то о том, как ты поступал в КВЛ, о том, какие эмоции подарил тебе университет. И вот она стала основной такой лейтмотивной темой, она лидирует. И на эту тему достаточно большое количество роликов. Но на втором месте, скажу, не сильно далеко от нее, это творчество и Казанский федеральный университет. На первом этапе участнику необходимо опубликовать в социальной сети ТикТок видеоролик продолжительностью 15 секунд на одну из следующих тем. Казанский федеральный университет в моей жизни, наука и Казанский федеральный университет, творчество и Казанский федеральный университет, забавная история в Казанском федеральном университете. Всем ребятам, кто и участвует в этом конкурсе, кто решил себя проявить на площадке ТикТок, а кто-то может быть на других платформах медийных, всегда оставаться в медийных трендах и всегда пользоваться всеми возможностями. Не только хайпа или смехача ради, а всеми возможностями, которые сегодня новые медийные площадки предоставляют. Не забудь отметить официальный аккаунт телеканала Универ ТВ. Через Универ ТВ HD указать хэштеги Студ Весна КФУ и ТикТок Весна. Напомним, список тем представлен в группе Универ ТВ в социальной сети. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Леонардо Влесиаров, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялся день иностранного выпускника. По итогам учебного года 2020-2021 годов университет выпустил 2105 иностранных обучающихся. Мероприятие прошло в Музее истории при участии проректора по внешним связям Тимирхана Алишева, директора Департамента внешних связей Ольги Вершининой, а также начальника отдела адаптации иностранцев Департамента внешней связи Сергея Цветкова. Прием документов абитуриентов в Казанском федеральном университете продолжается. Приемное пространство работает в онлайн и очном формате. Все подробности далее. Количество желающих поступить в Казанский университет с каждым днем только растет. Это связано с тем, что многие выпускники получили результаты ЕГЭ. На данный момент поданы более 18 тысяч заявлений. В очном формате мы должны понимать, что подано меньше 2%. То есть точное очное пространство, оно работает для тех, кто находится в городе, кому комфортно приехать. Но основной поток заявлений, львиную часть мы получаем в онлайн формате. Также мы получаем заявление через суперсервис, портал госуслуги. Через госуслуги на данный момент подано уже более 3 тысяч заявлений. Внутренние вступительные испытания начинаются с 12 июля. Первый экзамен пройдет по русскому языку. Всем, кто будет сдавать вступительные экзамены, рекомендуется сдать документы до 10 июля. Но учитывая особенности этого и прошлого года, не все будут иметь документы об образовании. Таким абитуриентам ВУЗ пойдет навстречу и дождется наличия нужных документов до 29 июля. Нужно подать документы до 10 июля. Но учитывая особенность этого и прошлого года, мы понимаем, что не все дети будут иметь документы об образовании на руках. Потому что некоторые колледжи задерживают сейчас выдачу. И в частном порядке мы пойдем навстречу, мы допустим, до сдачи вступительных испытаний, до наличия документов об образовании на руках. Но до окончания приемной кампании, до 29 июля абитуриент обязан будет предоставить экзамен, иначе не будет документ об образовании, иначе не будет допущен в конкурс. В течение трех дней после проведения вступительных экзаменов опубликовываются результаты. Напомним, при возникновении вопросов по поступлениям можно позвонить на телефон горячей линии 8 800 700 92 75. Для иностранных студентов действует тот же номер, но при голосовом меню нужно будет нажать на цифру 2. Инжи Минебаева, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!